Строительная отрасль в Кустанайской области в прошлом году пережила нелегкие времена. Объем выполненных работ достиг почти 86 миллиардов тенге. Введено в эксплуатацию было 248 тысяч квадратных метров жилья. Рост 0,4%. Приняты в эксплуатацию 1861 квартиры, среди которых 109 арендных квартир для очередников, 146 кредитных квартир, 834 коммерческие квартиры и 722 индивидуальных жилых дома. В лидерах по этим показателям Кустанай, Рудный и Кустанайский район. С учетом сокращения бюджетных инвестиций, основной упор для решения жилищных проблем в рамках программы развития регионов 2020 и обеспечения доступности жилья делается упор на сотрудничество с ООО «Национальный управляющий холдинг «Батерек». ООО «Батерек» окажет содействие в финансировании строительства жилых домов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров в период 2016-2017 годы. Основное строительство домов предполагается в районе аэропорта и по улице Герцена в городе Кустанай. Это позволит улучшить жилищные условия по 1800 кустанайским семьям. В 2016 году за счет бюджетных и внебюджетных средств в Кустанайской области планируется ввести в эксплуатацию 180 тысяч квадратных метров жилья. В том числе по арендному жилью для очередников 10 тысяч квадратных метров, среди которых многоэтажный жилой дом по улице Мирошниченко в Кустанай в районе школы номер 19 и пятиэтажный жилой дом по улице Чкалова. Кроме того, будет вводиться и кредитное жилье через систему жилстройсбережений 9 тысяч квадратных метров. Многоэтажная группа жилых домов в районе школы номер 3. Объем строительных работ в связи с завершением многих программ, или приостановлением, как мы называем, жилищные, по строительству жилья, мы уменьшили объем ввода жилья в 2016 год. Если мы ввели в прошлом году 248 тысяч квадратных метров, то в этом году планируем ввести 180 тысяч квадратных метров. Вот такие есть. Но если будем перевыполнять, конечно, над этим мы будем работать, будем к этому стремиться, то мы должны, конечно, здесь искать дополнительные резервы. По объему строительных работ, по привлечению инвестиций, сейчас крупных проектов пока не ожидаем. То есть все эти вопросы мы должны отрабатывать. Всего же на строительство жилья за счет бюджетных средств в 2016 году выделено больше 1 миллиарда тенге. В том числе на строительство жилья для очередников 261 миллион тенге. И на проектирование, развитие, обустройство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры 742 миллиона тенге. В свою очередь Акимат области будет оказывать содействие инвесторам, которые захотят начать строительство в предоставлении земельных участков, подведении инженерной инфраструктуры и коммуникации. Диар Ахмичин, Татьяна Калюжная, Валерия Зиновьева, РТН.